Приветствую вас. Вы знаете, что вы успокоитесь, постарайтесь точно успокоиться и посмотрите на ситуацию так. Почему вас раздражает ваша семья? Потому что они от вас, скорее всего, всего-то требуют. То есть, ваша семья от вас чего-то требует. И давайте мы с вами сразу скажем так, что требования к вам обращают стимуляцию роли. То есть, вот у них есть к вам требования по каким-то аспектам. Ну, в данном случае, да, аспект, наверное, такой, с чего они от вас хотят. Значит, они хотят от вас чего-то, вы чувствуете, что они от вас этого хотят, чувствуете, что должны это дать им. И отсюда у вас возникает возражение. Потому что вы сами, ну, давайте, наверное, ходите по стольку-поскольку. Я лично думаю, что вы вообще не хотите давать ничего, раз ситуация складывается. Ну, именно вот так, как складывается. То есть, я имею в виду, что вы чувствуете раздражение. Возникает, соответственно, и такой вопрос. Ну, хорошо. Предположим, что они вас возражают, потому что отчеты от вас требуют. Потому что требуют от вас выполнения определенной роли. Хорошо, хорошо. Но выполнение роли связано с тем, что вы сами ее выполняете. То есть, вы выполняете эту роль, потому что хотели ее выполнять. Вы выполняете роль, потому что вам хотелось ее выполнять. И вы делали это. Вы выполняли ее до определенного момента, пока вам это нравилось, пока вас это устраивало, может быть. А потом вас перестало устраивать это. Вас перестало устраивать выполнение социальной роли, вы почувствовали вы гаранты. А люди, в частности, ваша семья, по инерции, как и положено, продолжили свои требования к вам. Почему? Потому что их все устраивало, им все нравилось и нравится до сих пор, а вот вас, вас не все устраивало. Вас, чего уж скрывать, устраивать далеко не все. А поскольку, поскольку не устраивает все-таки вас, а не их, то вам нужно понимать, что действовать именно вот желательно, действовать желательно вам в каком контексте. В контексте разгрузки своих ролей. Вам требуется действовать в контексте разгрузки того, чего от вас хотят. в контексте разгрузки того, чего от вас желают, и чего от вас вообще требуют. Почему, можете спросить, вы, почему, почему именно так? А потому что вы, выполняя свои социальные роли, забыли о том, кто вы. Вы, выполняя свои социальные роли, вы забыли себя как личность, к сожалению. Возможно, вы забыли себя еще в некоторых ролях, я сейчас не стал бы однозначно об этом говорить. Но, тем не менее, и вот то, что вы забыли себя в определенных социальных ролях, и вызывает у вас раздражение, вы не чувствуете себя собой. Это означает достаточно простую вещь. Это означает, что вам нужно спокойно говорить, спокойно менять свое поведение в том направлении, в каком оно интересует именно вас. Главное не менять свое поведение в том векторе, в каком оно интересует опять-таки именно вас. Главное не менять свое поведение, исходя из ваших опять-таки интересов. И вот это будет решением правильным, это будет решением верным. И самое главное, это поможет вам сохранить вашу семью. Это поможет вам не позволить вашей семье распасться. Распасться и не позволить, например, вашим, ну скажем, детям остаться одним без мамы и отца. Это позволит вашему мужу не остаться без жены, которую я уверенном по-своему любит. Но он, как и многие, стали жертвами своих социальных ролей и так далее. К этому нужно относиться именно так. То, к чему вы сейчас пришли, является по сути дела следствием вашего поведения, вашего поведения, вашей деятельности, если угодно. И, безусловно, вас никто в этом не обвиняет. Вы не знали. Вы действительно не знали. Я понимаю. Но теперь вы знаете, и знание это порождает необходимость действовать. Развращение это сигнал. Сигнал к более конкретному поведению, направленному на себя, на свои потребности, на прислушивание к себе, на реализацию ваших собственных желаний. На реализацию ваших собственных стремлений. Никакой психологии речи не идет. Речь идет именно о том, что вы для себя хотите. Речь идет о том, что вы потеряли себя. Что вы действуете для других, но перестали действовать для себя. Вы знаете ли, любому человеку станет плохо. Поэтому старайтесь все-таки действовать именно в таком аспекте. На этом все. Я вам дал самообщее направление. Естественно, подобные проблемы в рамках одного ответа не решаются. Поэтому вам нужно пройти ряд личных консультаций, где можно будет все это определить. Выработать более конкретную стратегию того, что вам нужно делать. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!